Друзья, привет, всем большой привет. Слушайте, соскучилась, соскучилась по вам. Аж шлюнки выскочили. Заленилась. Да, сняла небольшой сюжетик, как я добиралась на поезде до Томска, но там получился этот сюжетик буквально 3 минуты, поэтому не выложила, а потом, когда приехала, что-то какие-то дела-дела, и я заленилась. Сейчас собираюсь... Долго не разговаривала. Сейчас собираюсь к детям, собираюсь к внукам, повезу книжки, повезу овечку Сони. Овечку Сони. Сейчас покажу вам. Это игрушка мягкая. Я ее просто покупала для интерьера, не знаю, для чего ее покупала, давным-давно. Она абсолютно новая, но я ее, естественно, выстирала. Из Красноярска привезла. Думаю, что она валяется-то у меня? Отвезу Левке. Так, я обрастаю, не могу еще понять. Ну, приехала, только не могу понять, чего делать мне с прической. Так, сейчас Соньку покажу и пойдем. Сонечка, так я ее назвала, вот так вот, наверное, будет брать за рог и таскать ее. Я так думаю, она мягонькая, хорошенькая. Такая лапуська. Люблю. Слушайте, нашла... Ну, перебирала книги-то когда. Нашла книгу, которую я написала. Ну, будем так называть, что это книга. Это когда мы ездили с сыном. Он был еще подросток. И с нами напросилась одна семья, очень такая интересная, в Китай. Мы ехали на поезде до Благовещенска, через Байкал, через Иркутск. И вот это вот все я описала. Начну, сейчас привезу Ладьки, пускай прочитает, вспомнит. Это очень интересно, потому что события такие интересные. Я когда давала родителям читать, у меня папа даже... Ну, это было несколько лет назад. У меня папа даже там психовал на одном нашу... Ну, была группа, 28 человек. Такая странная дама. Вы знаете, начну вам, может быть, и читать... Ну, хочу прочитать вам одну главу. Если понравится, то напишите мне... Ну, не в этом видео. Напишите мне, дочитать ли вам до конца. Да, в принципе, вот и вся книга. Все, я побежала на автобус. А вам сюда пока поставлю эти три минуты, которые я записала, когда ехала на поезде. Губы не крашу, потому что буду Левку целовать, чтобы не вытирать смысл. Слушайте, у меня сварили кофе в капсулу. Сейчас пирожком это все съем. За окном такая молотка. Я теперь есть. Поехали читать. Видите, какая у меня такая закладка. Это из Барселоны. Готический квартал. Мы когда были в Барселоне, я там купила эту открытку. Это просто эта открытка. Она мне напоминает Барселонию. Вот такая закладочка. Вот такая сейчас танца будет. Мариинск. Мариинск уже. Мариинск. Это Жекемироскова область, по-моему. Станция Я-Я. А это я уже, друзья, еду на электричке. Тайга Томск. Смотрите, сколько снега. Подъезжи к Томску. Доброе утро всем из Томска. У нас минус 4. И ветер. Ветер, смотрите, какие плака. Кучевые, да, по-моему, они называются. Это здание, по-моему, я вам не показывала. Мусторг. А дальше... Сыроварня. Ресторан. Но мы тут не были никогда. Надо будет... Вот видите, бело здание. Надо будет сходить. Посмотреть, как там. Летом. Во дворе у них. Видите, арка. Кованая ворота. Там у них находится веранда. Интересная. Красивое здание какое. Вот мне интересно, почему шайка не замерзает. Я не скажу, что тут прямо сильное течение. Скажите, напишите, кто знает. Это что за красота такая. Божечки. Посмотрите, какое чудо чудное. Ну, красиво ведь, правда? Очень красиво. Маленькая зарисовочка такая. Привет из Томска. Это время, пока я здесь, наверное, неделю. Температура была от плюсовой. Вот это вот все, то, что я сейчас вам показываю, было лужей. И вчера это все замерзло. Передвигаемся мелкими шажочками. Сегодня минус 20 было с утра, но сейчас минус 14. Вот, поэтому погода прямо как-то резко меняется. Но я так смотрю, на некоторых территориях то же самое происходит. Поэтому ходим очень-очень аккуратно. Ой, она обнималась с Левой, нажамкалась. Все, пошел спать парень наш. И я пошла домой. Слушайте, и так охота погулять, но погодка не располагает. Но я все-таки сейчас попробую добежать до Чижика. Посмотреть, чего там. У меня, в принципе, я там ничего не покупаю, кроме... Ну, не покупаю. Я там была, наверное, пару раз, когда видео снимала, обзор. А сейчас хочу добежать, ну, просто как бы с целью прогуляться. И купить, может быть, Викторию, или как она, клубника тут называется, замороженная. Ну, вообще, посмотреть, чего там новенького, интересненького. Пойдемте глянем. Я хочу вот завтра поехать. В такую фирму, Абисип, называется. Ну, томичи, наверное, знают. Это 20 лет фирма, которая производит продукцию на Пихте, на Пихте Томской. Я так понимаю, 20 лет они уже на рынке. Вот хочу съездить, посмотреть кое-что. Вот, ну, и узнаю. Если кому интересно, посылают ли они в другие города. Я взяла 4 штуки. Прямо плотненькие. 149 рублей килограмм. Так, и бананы. Вы посмотрите, какие томаты на ветке. Конечно, я их сейчас возьму. 209 рублей. Шикарнейший. 269. Тоже отличный. Когда везде, он уже за 300. Помидоры, это, конечно, что-то, да? Глотненькие, хорошенькие. Так, вареники с белыми грибами. 119. Возможно, я попробую с маслицем сливочным. Чем лепенеть-то их со мной. Видите, кстати, вафельница вот эта. Здесь она 800 рублей стоит. Я у одного блогера смотрела. У девочки. Ну, девочка нашего возраста. Она ей пользуется. У нее, правда, 900 ватт мощности. Здесь 800. И она на Валберис. 800 ватт. И она на Валберис стоит 980. На 100 рублей дороже, да? Получается. На 200 даже на Валберис. Слушайте, я ее куплю, но не сегодня, наверное, буду делать. Всякие овощные вафли. И овощные, и всякие разные. Это, кстати, очень хорошая штучка. Это что такое? Она одна осталась. Больше нет. Это не входило в мой план сегодня покупать вафельницу. Вот у девочки тоже она была, по-моему, 10 сантиметров в диаметре. Наверное, тоже 10. Да, она небольшая совсем. С фоновым покрытием ее не надо смазывать. Ой, слушайте, ну, ё-моё. Ё-моё. Что называется. Спросила у них. Гарантия есть на эту вафельницу? Сказали две недели. Ну, две недели, о чем. Короче, я ее не взяла. Сейчас зайду на Валберис, посмотрю, там какая гарантия дается. Дается. Вообще, штучка очень хорошая, между прочим. Там девочка показывала. Это, знаете, вместо хлеба одно яйцо, брокколи. Вот не естся так брокколи и морковка. Это надо кушать. А так все размяла вилочкой. С яйцом. Мука. Рисовая, допустим, та же. Да, спасибо. Хочу спасибо, тут переход. И все, и вафля вам полезная. В общем, посмотрю. Видели, я сейчас забежала на озон. Забрала кокосовое масло экстра-вирджин. Сто процентов. Отзывы на него очень-очень хорошие. Это, по-моему, уранская, что ли. Короче, не знаю. У него только... А, Индонезия, да, да, Индонезия. Значит, что я буду на нём? Это экстра-вирджин. На нём можно жарить. Я буду жарить на нём олядушки. Как говорит турецкий внучок Светочки, которая живёт в Алании. Вы её знаете, кто смотрел моё путешествие по Турции. Олядушки буду стряпать на них. И творожнички. Они же сырнички. Всё, друзья, всем пока. До новых встреч.